Второе место в Казахстане по несырьевому экспорту. Третье в обрабатывающей промышленности. 1235 промышленных предприятий, на которых работают 65 тысяч человек. Все эти и другие факты влияют на привлечение инвестиций в экономику Павлодарской области. Смотрим далее. В прертыще по итогам первого полугодия объемы инвестиций в основной капитал составил 250 миллиардов тенге. А до конца года он будет более 600 миллиардов, уверенный в региональном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Насколько же долгий может оказаться путь от подачи заявки инвестиций до введения в строй проектируемого предприятия? Если это проект крупный, металлургическая отрасль, либо проект машиностроительной отрасли, от начала до завершения, то есть до перерезания ленты, займет порядка от двух до двух с половиной лет. Может быть и больше. В среднем примерно такой этап. Это если крупные проекты. Если проекты взять в мелкого бизнеса, то есть как мы видим, у нас проекты сильно в пуле насыщен проектом АПК, также пул насыщен проектом МСБ, то здесь нет такой большой временной шкалы, то есть проект можно запустить в рамках года-полтора. Спикер также сообщил, что создан пул восьми инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Была также наозвучена информация и про строительство сахарного завода в нашем регионе. Данный проект реализовывается компанией СПК Павлодар, то есть они являются инициаторами данного проекта. Разработано было технико-экономическое обоснование. У нас есть замечание экспертизы государственной, которая сейчас прорабатывается СПК, и в дальнейшем будет поиск инвесторов. Есть заинтересованные со стороны турецких компаний в производстве сахара. То есть здесь главный вопрос является производство сахарной свеклы. Но мало вложить инвестиций. Какой будет отдача в ближайшей перспективе? Те проекты, которые мы сейчас реализовываем, это 143 проекта с суммой 2,2 триллиона тенге, придут к тому, что объем промышленного производства нашего региона увеличится на 1,3 миллиарда тенге ежегодно. И будет экспорт еще увеличиться на порядка 820 миллиардов тенге. То есть экономический регион станет более устойчив, и выручка его будет еще больше иностранной. Кроме того, будет налоговое поступление тоже увеличиться. В этом году запланирован ввод 66 проектов на общую сумму, 46 миллиардов тенге, создание 514 рабочих мест. Среди них производство эпоксидного компаунда на нефтехимом ТД, переработка мазута на северхиме, модернизация производства стеклопакетов на предприятии стекломир. Мурати Белмажит, Юрий Белевский, Иртас Ахпарат.